Вечерний у нас влог, Оля сейчас готовит, там котлеты сделала, офигенная. Завтра нужно приготовить какой-нибудь супчик, и вот я думала, мясо перекрутить вот в этой штуке. Кстати, у нас такая вот первая штука, здесь коробка стоит, я уже распаковала. Многие спрашивают, какая у нас техника, всякие разные приспособления есть, еще такая штука добавилась. Мы, короче, хотели что-нибудь, что может раскрошить для нашей пиццы, сыр, картошку, чтобы драники делать, ну и так еще чего-нибудь. Короче, нашли вот такую штуку, кухонный измельчитель, так, название Оберхофф, вот. Тут двойное лезвие, все такое, вот, можно что-то делать, фарш, можно смузи делать. Мне понравилось то, что здесь вот два ножа, вот она из двух ножей, и у нас есть вот, вот, на подобии, там один нож, и там у меня тут все застревает. А здесь получается два ножа, мы же споласкивали, да, ты? Сейчас попробуем, может что получится, можно будет интересно внести? Я почитала, нужно продукты вот до второго лезвия закладывать, но не ниже первого лезвия, иначе как бы совсем ничего будет крутить. В принципе просто собирается без заморочек, это хорошо. Посмотрим что из этого выйдет. Там две кнопки быстрее и медленнее. Быстрее? Нет, вот там быстрее. Думаю не хватит, вообще круто да? Я думал не сможет. Потому что у нас такая похожая штука есть, вот такая, вон с одним ножиком, ни фига не тянет. Вот такая вот тоже не тянет. Ну такая для смузи больше, это тоже у нас не тянет. Потом еще какая-то была... Отдала уже, наверное. А, отдала? Вообще нафиг не нужна. Есть, короче, разные приспособления, но, короче, они не могут. И вот здесь мне понравилось, смотри, здесь есть рецептики. Можно вот летом будет аджику делать, паштеты. Потом вот всякие. Вот драники как раз таки рецепты. А, вот кстати прикольно. Мне так было мы делать драники. А я наоборот вот люблю драники. Я тоже люблю драники. Картошку? А, ты сейчас картошку будешь делать? Там перельется у тебя. Сейчас. Я картошку-то в суп кубикам буду резать. А завтра давай драники попробуем сделать. Ну да. И еще я хочу попробовать здесь также измельчить свеклу. Да я думал вообще пофиг, вообще мясо раздробило. Что там? А кстати можно это делать? Овощи-то. Так это можно драников сделать через эту штуку, блин. Мне такая штука нужна была, чтобы сыр не тереть, а вот на пиццу мы все время натираем. Мне кажется вообще классно будет. Я здесь уже чуть-чуть почитала. Вот сыр можно нарезать. Арахисовую пасту тоже можно делать, представляете? Ничего еще. Сыр вот тереть, например, мы обычной теркой ручной делаем. Так на нервы действует вот этот момент. Охота прям. Я уже Оле говорю, давай может какую-то насадку сюда возьмем. Что-то, блин, здесь не сделаешь, блин. Короче, нарезать тоже история. Через терку вручную тоже за пара. А так быстро нарубил и все для пиццы готово. Красота. Я счастлива. Теперь можно даже по-быстрому вот так вот. Ты не успеваешь когда мясорубку собирать все надо. Я так это все не люблю. Вот так что классно. Даже мне не верю. Да, я тоже думал. Знаешь тут в чем прикол? Почему она нарубила? Два ножа. Два уровня ножей. Потому что вот здесь один нож внизу. Он как бы месит и все и попал. Там тоже один нож. А здесь у них два уровня ножей. И она как раз прорубает все, что нужно. Короче, хорошо, что вот так вот вышло. А то все покупаем, покупаем что-то. Не нужно. Кажется, просто тупо лежат некоторые у нас. Просто лежат вон там. Не знаю для чего. У меня сначала была. Я вообще такую штуку еще для лука хотела. У нас же была похожая. У нас еще даже и ручная. У меня была там тоже два лезвия. Мне мама показала. Я говорю, мам, мне нужна такая штука. И я думала, что так удобно было. Да фигня это. Запаришься вручную. И удобно, да. Я ее обратно отдала. И вот когда вот эта вот штука вот попалась. Угу. Это я сразу, когда увидела, думаю точно. Вот это оно. То, что нужно. Кстати, всем домохозяйкам вот советую. А то смотри, а тут есть мерник что ли? Ага, еще здесь что. Да, мерник есть. Еще нужно посоветовать мамочкам, у которых дети маленькие. Да, это же вообще получается удобная штука. Потому что я, когда вот Эдвин с Миланом маленький были, я так вообще устала вот это вот все делать. И супы вот это вот можно здесь, мне кажется, тоже делать. Так что я дальше готовлю. Что буду делать я? Я буду делать... Кушать котлеточки. Это нету? Да. Оля сделала котлету из хорошего мяса. С полентой. Да. Сейчас будем, короче, надо кушать. Вот с такой штукой. Мне очень нравится сейчас добавлять в мясо. Мясо получается не такое жирное, потому что это свинина у нас. И приступ такой интересный она дает. И вместо хлеба. И я еще туда добавляю молока. Это все немножечко стоит с фаршем, набухает вот эта вот полента с молоком, со специями. И потом котлетки, они прям воздушные такие, вкусные получаются. Сейчас я просто оценю. Я тебе накладываю? Да. Спагетти накладываю? А, спагетти есть еще? Да. Давай, Оля. Ну что, тогда садись. Спагетти еще есть. Спагетти еще есть. Вообще живем, да, говоришь? Да. Худеть надо. Ну, сначала потолстеть, потом будем худеть. Только немного, чуть-чуть вообще. Вот такой вот Оля сук сделала. Очень красивый. Пахнет так? Пахнет, да. И, кстати, я тут попробовала первый раз. Обычно вот шариками делала. Вот так удобно, вот такими вот штучками. Милана заценила. Там вот тоже этот, получается, свербешельку. Такой. Угу. Овощной. Вообще красота. Диетический. Пойдем рано. 12 апреля, 23 год. Утром сегодня рано проснулся, в 6 утра. Поставил, короче, хлеб. Вот такой вот здоровенный хлеб будет. Сейчас хлеб уже поднялся. Сверху еще посыпаю мукой, чтобы он не подгорел. А потом муку просто нужно будет сыпать. Уже будет готов. И все. Хлеб пошел выпекаться. Так. Ставим. Двести примерно. Время. Час десять. И поехали. Все. Пойдем. Так. И еще сейчас мы тут кофеечек задумали. Пойдем. Свет fresh. Продолжение следует... Утречка... Великолепная утречка... Пока еще прохладно... Но уже, в принципе, красиво... Чисто, аккуратно... Газон начинает уже потихоньку зеленеть... Видно... Зеленый цвет появляется... После зимовки... Потом уже там будет первый покос и все... И уже будет зеленый-зеленый газон... Красиво... Ждем и дождемся еще листья... Когда будут на деревьях... Пока спасают хвойные деревья... Зеленый цвет... Хлеб готов... Сейчас я достану его... И мы его... Положим вот сюда... Большущий такой цвет... Вот так вот... Бамби чиски... Чуть подальше... Здоровый! Мощный! Пахнет просто шикарно... На весь дом запах... Вот такой вот здоровенный хлеб... Как несколько буханок сразу... Так хорошо пахнет... Такой симпатичный каравай... Но... Вообще бамбический... Сейчас этот закроем... Он остынет... У нас на несколько дней есть... Просто великолепный хлеб... Сейчас мы будем кушать... Бамбический суп... Который Оля вчера сделала... Посмотрите... Поближе Оля... Не стесняйся... Тут идет... Что ты гусино накладываешь? Ну так я хочу так... Вот такой вот мощный, сочный... Супчик пошел... Будет сейчас прогреваться... А мы тем временем... Нарежем мой... Утренний хлеб... Хлеб я... В 6 утра сегодня проснулся... Солнце разбудило... И пошел сделать замес... Там буквально пару часиков... И наш великолепный... Красивый... Хлебушек готов... Я муку сверху стряхнул... Сейчас его развежем... Вот так вот... Вообще... Прям как по массу... На две части... Вот так... Он еще горячий... Ему надо... Еще пока... По идее... Остыть... Чтобы прямо был четкий... Такой какой нужно... Но мы сейчас будем кушать... Поэтому... Мы нарежем... Несколько кусочков... Отличный... Просто мягкий такой... Вот... Спокойно... Просто суперский хлеб... И тут есть еще отруби... Это очень качественный... Домашний хлеб... Так что сейчас мы будем кушать наш супчик... Макать туда... Хлебушек... Вот это я понимаю... Утро... Все... Почему ты красненьше... Смотрите... Олин... Великолепный просто... Супчик... И хлеб... Который... Только что вот нарезали... Просто... Суперски... Что Милан? Милан кушает... Брокколи... И кушает... Суп... И кушает... Хлеб... Папин хлеб... Мамин суп и папин хлеб... Да Милан? Бомбическое детство... Природные брокколи... Но... Вот вам здоровое питание... Здесь хорошее мясо... Брокколи... Ну... Все что нужно... Достаточно диетическая тема... Как тебе Милан? Ощущение... Супчика... Без обжарок всяких... Без слов... А хлеб... Оценку хлеба давай дай... Вообще без слов... Мягкость... Нет... Мягкость давай... Мягкая... Угу... Вкусность... Вкусная... Запах... Запахный такой вкусный... Да? Да... Запахный... Оценка десять... Да... Из десяти... Да... Черный не очень мне нравится... Угу... Лежно-белая волоска... Которая посветлеет... Все... Кушаем ребята... Все... Угу...